Волосы дыбом вскрылась вся правда о Романе Бабкиной со своим директором. В последнее время в СМИ и социальных сетях активно обсуждается тема отношений 74-летней Надежды Бабкиной с её молодым директором Сергеем Рябовым. Высказывались даже предположения о том, что из-за появления Рябова звезда дала отставку своему предыдущему возлюбленному Евгению Гуру. В итоге артистка решила прокомментировать ситуацию, пишет одно известное издание. Мы дружим, у нас очень доверительные отношения, Сергей, я могу даже пожаловаться, если вдруг у меня что-то заболит или случилась какая-то неприятность, у меня даже его телефон зафиксирован на чрезвычайный экстренный случай. Я очень дорожу нашими искренними отношениями, да, Сергей из другого поколения, но мне это нравится. Он очень умный, креативный, вдохновитель, организатор многих идей проектов, сообщила певица. Про Сергея известно, что он был фигуристом, он ушел из спорта после травмы. В прошлом году в СМИ и социальных сетях обсуждалось, что Бабкина якобы купила Рябову квартиру в Москве. Говорили, что после этого у певицы испортились отношения с сыном. Некоторые предполагали, что из-за Рябова звезда рассталась с прежним возлюбленным Евгением Гором, однако Бабкина прокомментировала ситуацию, заявив, что они с Сергеем лишь друзья, и она очень дорожит их искренними и доверительными отношениями. Рябов был фигуристом, но оставил спорты за травмы. Ранее СМИ также утверждали, что Бабкина купила Рябову квартиру в Москве, что якобы испортило ее отношения с сыном. Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в недавнем интервью рассказала, что не стала рожать сыну Даниилу, брата или сестру из-за постоянных гастролей. По ее словам, из-за работы она не могла в полной мере уделять внимание единственному наследнику, которого отправляла к родителям в Астрахань. При этом ее сын Даниил, повзрослев, стал многодетным отцом вместе с супругой. Он воспитывает 14-летнего Георгия, 13-летнюю Веру и 9-летнюю Марфу. В разговоре с матерью он отметил, что решился на большое количество детей в качестве работы над ошибками. Певица утверждает, что не размышляла никогда на тему того, почему родила только одного ребенка, и не испытывает по этому поводу сожалений. Редактор субтитров А.Семкин